Сейчас в средствах массовой информации появилась такая ситуация русской пословицы «один с сошкой, семеро с ложкой». То есть кто-то добывает новость, а семь остальных это переписывают под новыми заголовками и моментально раскидывают. Ну и хорошо, конечно, переписать это всегда менее трудоемко, а добывать информацию всегда как бы тяжело. Поэтому паразитов, что называется, развилось очень много. Но есть еще и другая проблема, это профессиональные стандарты журналистов, которые ориентированы на то, чтобы как бы лениться, чтобы СМИ ленились. Профессиональный стандарт, который у нас звучал в 90-е годы, что вообще средства массовой информации делают новости. Был такой слоган, навивший оскомину, «Новость – наша профессия». Это на самом деле абсолютно неочевидная вещь, что СМИ должны заниматься новостями. Но на самом деле все журналисты считают, что они новостники, и главное для них новость – информационный повод. Но проблема с новостью всегда состоит в том, что новость – это то, что не было вчера, не было позавчера, и до этого тоже не было. Это как раз что-то такое неожиданное и не имеющее отношения к моей текущей жизни. Скорее всего, этой новости и не будет завтра. Есть даже такое выражение, что нет ничего более старого, чем вчерашняя газета. То есть получается, что новость как таковая, особенно, кстати, в сыром виде, она обычно еще и негативна. Почему? Потому что то, что не было вчера и то, чего не будет завтра, это, скорее всего, некий сбой в программе. Это когда мы говорим, что-то пошло не так. То есть вообще, в принципе, у нас самолеты летают, да, обычно они взлетают и садятся, но раз – и он упал. И вот тут возникает ситуация катастрофы, и мы бежим это все смотреть, и это все показывать. Горы трупов, кровь, плачущие родственники и так далее. И получается, что вот эти голые факты, которые… Тебе не нужно ничего придумывать журналисту, тебе достаточно лениться, достаточно просто найти место, где что-то случилось трагическое, нехорошее или еще какое-то, это сфотографировать, выложить и это все отдать. Таким образом, СМИ у нас превращаются, как говорил Поль Верелье, в музей катастроф. То есть СМИ – это такой космос, в котором находятся всевозможные сенсации, значит, горе, трагедии, различные негативные такие вот вещи, шокирующие часто. Вот. А жизнь повседневная, повседневная жизнь, которая вот как бы типа скучна, да, она находится где-то в другом месте. СМИ все меньше отражают реальность, они уже начинают просто не отражать ее полностью. И более того, реальность как бы пытается подражать даже СМИ. То есть когда мы видим террористов каких-то, да, они, собственно, что делают? Они пытаются попасть в телеэкран, да, они пытаются попасть в соцсети, они пытаются стать вирусом, то есть, собственно, быть чем-то шокирующим. Таким образом, СМИ саму реальность делают все время прерывистой и превращают ее в катастрофу. Вот в этом проблема. И если СМИ хотят быть социально ответственными, да, то они должны, собственно, перестать лениться и как бы действовать в позитивном русле, в позитивном ключе, то есть показывать что-то, ну, из нормальной повседневной жизни, из радости, которая в ней происходит и так далее. Но это всегда трудная работа. Показать повседневную жизнь так, чтобы это было интересно, показать какую-то интригу в этой повседневной жизни, какую-то духовную борьбу или еще что-то такое, которая, кстати, может быть внутренней очень, это всегда очень трудно. Поэтому люди, которые скучают по позитиву, они часто уходят в социальные сети, например, где есть повседневность. Социальные сети не только в смысле вот сети общения, но я имею в виду и какие-то форумы, какие-то диалоговые площадки, там, скажем, например, какой-нибудь, ну, форум там, например, для беременных женщин, да, где они обсуждают свои повседневные проблемы, как они памперсы надевают, чем они ребенка кормят и так далее. Это их нормальная жизнь, и они находят способ коммуникации и общения внутри этого. Но назвать такой форум средством массовой информации, наверное, трудно. И, наверное, скорее всего, невозможно. Но вот такие площадки, они должны приобретать все большее и большее значение для того, чтобы быть противовесом для музея катастроф, для музея неудач, для истории неудач, которую пишут СМИ. То есть в обществе должны быть институты и того, и другого характера. Как у нас, как бы, в голове есть, как бы, какие-то органы, те доли, которые концентрируют в себе негативный опыт, да, и нашу историю. Но и есть те, которые позитивный опыт, значит, как-то коллекционируют, да. Вот есть острая нехватка в обществе сейчас таких мест, где концентрируется позитивный опыт.